Я понимаю, что он настолько упоротый, что если ему ты предложишь, он скажет давай. Но я не смогу этого реализовать. Вот вывести его во Львов, поставить камеру и сказать давай освобождай. Ну освободи. Не, ну это, слушай, ну это как бы. Не, ну так понял бы он наконец-то. Ты видел фильм с Брюсом Виллисом? И не важно во Львов, Деницу вывезет, Вильницкий вывезет. Я за. В Житомир вывезет. Освободи. Ты видел фильм с Брюсом Виллисом? Ты видел фильм с Брюсом Виллисом? Дигард. Крепкий орешек. Ну да. И там в какой-то части, помнишь, как его с табличкой этого Брюса Виллиса выводят в этом квартале, где живут афроамериканские, афроамериканцы. И там на табличке что-то там было писало, что-то там типа там ниггеры или еще что-то. Это тоже такое бы было, да, вот здесь во Львове если. Понятно, что ему нужна бы, я не за то, я не за то, чтобы его там побили и разорвали на молекулы. Понятно, что ему нужна была бы охрана и люди, которые бы к нему там не допускали бы просто прохожих, которые бы действительно его на эти молекулы моментально хотели бы разобрать, а он безусловно должен был бы быть в российской военной форме. Он же освободитель, ему же надо себя как-то идентифицировать. Я хотел бы просто его на пять минут просто вывезти в украинский город, чтобы в его голове что-то немножко может быть, как-то там повернулось, понимаешь, потому что эти же люди, они реально верят, что они здесь хотят кого-то освобождать. У меня, я бы ему просто сказал бы, чувак, найди кого-нибудь, кто хочет, чтобы здесь ты его освободил. Хоть кого-нибудь, ну подойди, поговори, давай. Что бы он сказал бы мне интересно, как бы он себя вел, что бы в его голове изменилось, понимаешь, это очень важный был бы эксперимент. Ну, понятное дело, что... Не позвольте.